Отлично. Смотрите, у нас сегодня второе занятие, мы продолжаем изучать пока базовые возможности питона. Как вам домашняя работа? Все ли уже ее сделали? Так, смотрите, у нас дейлайн воскресенья к этой домашней работе. Я прошу сделать эту работу к воскресенью. Теоретически, конечно, у нас факультатив, поэтому можно делать, можно не делать, но лучше сделать, если вы хотите получить оценку. Ну и ко всему прочему, если вы хотите чему-то научиться, то точно нужно сделать. Есть ли какие-нибудь глобальные вопросы, про которые вы думаете, что их нужно обсудить, вот прям глобально, по поводу домашних? Как метод Reverse работает? Метод Reverse работает так, что, когда вы его применяете к списку, он его переворачивает. Никакого аргумента. Никакого аргумента. Смотрите, значит, это на самом деле хороший вопрос, спасибо, что вы его задали. Давайте, естественно, я покажу про метод Reverse. Смотрите, вот, допустим, я создал какой-нибудь список. Так, скажите, так нормальный шлейф или нужно побольше сделать? Так, побольше. Я слышу голоса побольше, давайте попробуем это сделать. Вот такой нормальный или слишком маленький? Такой же. А такой? Такой нормальный. Хорошо. Смотрите, допустим, у меня есть какой-нибудь список, вот такой вот. И я на этот список действую методом Reverse. Для того, чтобы, вот если я сделаю просто вот так, то ничего не произойдет. Потому что сейчас я, как бы, упомянул, что я упомянул некоторую функцию, но при этом я их и не вызвал. Для того, чтобы функцию вызвать, после функции надо поставить скобки, в которых передаются аргументы. А функция Reverse никаких аргументов не принимает. Но это не означает, что скобки можно не писать. Скобки все равно нужны, пусть и пустые. Написать скобки – это единственный способ, как можно сказать питону, что вы хотите эту функцию вызвать. Соответственно, когда я эту функцию вызываю, то у меня ничего, как будто бы, не происходит, пока у меня ничего не возвращается. У этого метода нет никакого возвращаемого значения. Но, тем не менее, если мы теперь посмотрим список MyList, то мы увидим, что он, таки, да, Reverse. Если я, например, купил мне эту же ячейку еще раз, то он придет, вернется в свое исходное состояние. Так, еще вопросы? Да, давайте. Да, да, там, значит, у домашки указано максимальное число баллов, которые за нее будут зачислены. То есть, если там написано, что 19 баллов максимально, то это и есть полный балл. Больше набрать вы не можете, хотя задачи больше. Если тест не работает частично, то какой пол балла дается домашку? Но, как бы, я ориентируюсь на то, что проверяющая система. Если проверяющая система вам не зачисляет пол балла, значит, нет. В целом, я тут достаточно, достаточно, значит, немножко поддерживаюсь таких радикальных позиций. Я считаю, что если программы не проходят тесты, я ее не принимаю, не засчитываю. То есть, я не... Вы не можете меня попросить, не можете меня попросить, но вот посмотрите на мой код, там же все вроде правильно, но вот я там запятую ошибся, и поэтому тест не принимается. Ну, как бы, я считаю, что программирование, это такая немножко безжалостная история, потому что, если вы пытаетесь человеку убедить в том, что вы задачу решили правильно, здорово, вы, может, может быть, вам удастся, но если вы пытаетесь убедить в этом компьютер... Нет, и проблема в том, что... Ну, она действительно так устроена, и если вы написали программу, которая не работает, то толку от нее нет. Поэтому я в этом отношении достаточно суров. То есть, если программа пишет, что все правильно, то сразу эту задачу максимум ставится? Да, да, да. Ну, нет, так теоретически могут быть, так тесты устроены, что там может быть несколько тестовых ячеек, каждый из которых вычисляет свое количество баллов. Но, кажется, такого не было бы, это ваш. Пожалуйста. Да. Поправьте на тупого пользователя, это не надо, да? Нет, не надо. Там всегда, когда сказано, что, допустим, там, вход является целым числом, значит, вы можете верить в то, что вход действительно является целым числом. Вам не нужно писать 15 проверок. Если это явно не написано в условии задачи, что нужно писать, то нет, вы можете верить в то, что вы написали в условии. Так, окей. Ну что, еще вопросы? Да. Да, давайте. Смотрите, мы когда пишем программу, и у нас используются функции input, да? Да. И он постоянно выводит, да? Что он их прописывает каждый раз, когда мы спускаем программу. Ну, например, потом вот эта вот программа, которая проверяет, говорит, что в output'е должен быть только результат нашей программы. Но это не так, просто потому что input еще... Нет, 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 оно не это смотрит. Оно переплатывает только принты. Поэтому оно не переплатывает то, что делает input. Поэтому если программа говорит, что у вас слишком много, если тестирующая штука говорит, что у вас слишком много строчек, то тогда проверить, что у вас нет нижнего клиента, или нет нижней пустой строки, или еще чем-то в этом роде. Да, еще одна, так сказать, еще один безжалостный момент этой штуки, что если вам сказано вывести число, то это означает, что вам нужно вывести число. Если вы выведете строчку типа «моё число такое-то», то вот это не засчитается. То есть, ну просто проверочная система, она тупо смотрит, а вот такой, какой у нее записан, или другой. Если он другой, хотя бы хоть в чем-то, то она не засчитает вам ничего. Поэтому там нужно буквально, вот то, как написано в условии, то, как написано в примерах, там чаще всего в условиях есть какие-то примеры, вот нужно буквально так и писать свой код, чтобы он делал буквально эти вещи. А ваша тестирующая система на сайте отличается? Нет, не отличается, она проверяет просто весь ноутбук сначала до конца. Не отличается. Там нет никаких скрытых тестов, по крайней мере пока. Так, ну что, все с вопросами, да? Да. Окей, поехали. Поехали тогда дальше. Смотрите, за прошлое занятие мы прошли материал примерно в трех занятиях моих обычных курсов. И мой план состоит в том, чтобы продолжать примерно в том же темпе. Поэтому сегодня мы будем тоже идти в довольно шустом темпе. Давайте, давайте сразу поговорим о чем-нибудь веселом. Вот смотрите, мы говорили сейчас про списки. Есть еще одна структура данных, которая называется кортеж. Кортеж – это то же самое, что список. В английском называется tuple. Это то же самое, что список, только неизменяемая штука. Ну вот смотрите, я, допустим, сделал сейчас такой кортеж, который состоит из чисел. В отличие от списков, кортеж остается с помощью круглых скобок, а не квадратных. И давайте посмотрим на этот самый кортеж, что можно здесь делать. Ну вот как-то вы думаете, что я сейчас получу? Третья элемент, то есть десятка, да? Все правильно. Интересно, я могу себе освободить немножко места за счет скрима? Могу, но не сильно. Окей, давайте теперь я попробую сделать вот такую вещь. MyTapLat2 равняется 100. Как вы думаете, что я сейчас получу? Я получу ошибку, потому что кортежи, в отличие от списков, никак не изменяются. Кортеж – это неизменяемый тип данных. Вы не можете менять элементы, которые в нем находятся. Вы не можете добавлять элементы. Здесь нет метода append. Вообще никакого. Методы у кортежа, конечно, есть. Можно посмотреть на список методов кортежа, но их немного. Как вы называете еще раз? Вот эту штуку я просто поставил точку и нажал так. Каунт и индекс. Каунт и индекс. В общем-то, не густо. Каунт пересчитывает сколько вхождений данных элементов в этот кортеж. Индекс выдает индекс первого вхождения. Например, вот у меня был кортеж, в котором были числа 3, 6, 10, 3. Я могу посмотреть индекс, скажем, 6, и это число 1. Помните, пожалуйста, один этот выводит справку. Значит, смотрите, справку выводить так. Есть две штуки, которые можно делать. Во-первых, можно выводить список методов данного объекта. Это делается так. Вы нажимаете имя объекта, нажимаете точку, потом жмете в таб, и вот он вам список. После того, как вы, если вы теперь работаете с какой-то функцией, то вы можете вызвать справку по этой функции в таком состоянии, нажав Shift-Tab или Shift-Tab два раза. В данном случае справка очень короткая, потому что метод простой. Но в целом Shift-Tab два раза, это обычно он выдает такую справочку, которая соберет то, что нужно. Вообще, табуляция – это дико полезная кнопка в этой среде, потому что, например, я мог бы… Вот я, допустим, забыл, как точно у меня набирается этот самый MyTable, но я помню, что он начинается с MyChall2Tab. И я могу вот нажать MyChall2Tab, нажать табуляцию, и дальше мне, опять же, выдадут список существующих в данном объектах, которые под это подпадают. А, где можно сказать, что означает? Что означает сум? Индекс. Индекс – это метод индекс, он возвращает индекс того элемента, который здесь написан. Но в данном случае у меня MyTable 3, 6, 10, 3. Я спрашиваю, какой индекс шестерки? Единица. Если бы я спросил, какой индекс десятки, было бы другой. А если повторяются числа, то он будет? А, первый, первый, первый. У него, кажется, есть второй параметр, который позволяет начинать не сначала. И даже есть третий параметр, который позволяет считать не до конца. А, кстати, а как вы вот это получили? То же самое, я, значит, вот я нажал точкой индекс, потом нажал Shift-Tab-Tab. Извините, можете рабочую строчку чуть выше? Рабочую строчку чуть выше, да, сейчас попробую. Давайте я просто вернусь из полноэкранного режима в обычный. Вот если я здесь буду писать, нормально видно? Нет, но в раз, чтобы выше было. А, сейчас. Ну вот я пытаюсь найти самое нижнее состояние, когда нормально. Вот так нормально? Вот так. Вот так нормально, да. Вот так нормально. А они же уже не видят. Так, слушайте, у нас рабочее пространство, рабочее пространство эфирически сокращается. Ну хорошо. Так. Давайте мы... Так. Окей. Итак, смотрите, значит, бывает такая структура данных, которая как список, только не список, потому что не изменяем. На первый взгляд возникает вопрос, а зачем? Зачем может понадобиться структура данных, которая отличается от списка только тем, что именеть нельзя. Ну, я сейчас не хотел бы подробно в этот вопрос задаваться, скажу так, что иногда полезно. Но зачем я сейчас это рассказываю, потому что в некоторых ситуациях в петоне просто естественным образом эти таплы появляются, и нужно быть к этому готовым. Например, что делать, если вы получили тапл, но хотите работать с этим таплом как со списком? Вы можете переконвертировать тапл в список с помощью лист. Вот так. Он создаст список, значит, с таплом он ничего не сделает, он оставит его в покое, но он создаст новый объект, список, который по своему содержиму совпадает с этим самым таплом. Допустим, я могу сделать, завести переменную лист fromTaple и сделать вот таким вот образом. Теперь у этой штуки я уже могу менять элементы. Вот у меня теперь этот лист fromTaple изменился. Исходный тапл, конечно, не поменялся, ничего с ним не случилось. Давайте немножко посмотрим повнимательнее на списке, вообще на вот этот феномен изменяемости. Давайте посмотрим вот на что. Допустим, я завел какой-нибудь список. Допустим, 0, 10, 20. И я завел другой список. Допустим, я хочу сказать, что у меня есть какой-то другой список OtherList, который я создаю таким вот образом. Вот так. Ну, теперь, если я посмотрю в OtherList, понятно, что там будет. То же самое, что в Молист. Так, а что вы сделали еще раз? Пока что вот ровно то, что на экране. Теперь давайте я сделаю какую-нибудь такую штуку. Вопрос. Как вы думаете, что у меня сейчас лежит в списке Молист? Нет, то же самое. 0, 10, 20. 0, 10, 20. А... Значит, сейчас я думаю, что примерно половина аудитории сказала, ага, а вторая половина аудитории не понимает, почему так вам может быть. Я не знаю, сталкивались ли вы с таким поведением раньше. Не сталкивались. Ну, по крайней мере, кто-то не сталкивался. Смотрите. Давайте я сейчас покажу, как работает этот фрагмент кода в Python Tutor. Я хочу запустить визуализатор. И давайте посмотрим, как все это устроено. Значит, вот тот же самый код. И давайте я сейчас запущу визуализатор. Смотрите. Значит, Python Tutor.com, если кто-то его еще не использовал, а всячески рекомендуем, позволяет пошагово выполнять Python-овский код и, главное, отображать текущее состояние. Вот, какие существуют объекты, какие есть переменные и так далее. Давайте посмотрим, как это код работает. Вот я сделал список Майлист. Смотрите, значит, в Python есть как бы два мира. Есть мир имен, мир переменных. И есть мир объектов. И вот, когда мы сейчас сделали такую штуку, сказали, что Майлист равняется вот такому списку, произошло, на самом деле, две вещи. Первая вещь. Создался список в пространстве объектов. Вот, 0, 10, 20. Вторая вещь. Сработал оператор присваивания, который сказал, что теперь переменный Майлист будет указывать на этот объект. Как вы думаете, что произошло на второй строчке? Появилась новая переменная, которая является ссылкой на тот же самый объект. Оператор присваивания, он не копирует данные, он создает новую ссылку на уже существующий объект. Поэтому теперь, как бы, у нас один и тот же список имеет просто два разных имени. И поэтому, когда мы модифицируем один из этих списков, конечно, и второй тоже автоматически модифицируется, просто потому что нет никакого второго списка. Вот. И это, на самом деле, такое довольно хитрое поведение. Это одна из, на мой вкус, вот по моему опыту преподавания Питона, это одна из наиболее неочевидных, один из довольно неочевидных моментов в Питоне, который делает его освоение по первому времени достаточно непростым. Ну, как непростым, вроде вам кажется, что все понятно, но в какой-то момент программа начинает зависеть с собой очень странно, и вы не понимаете, почему. Все потому, что вот вы натолкнулись на вот этот эффект. А если вот мы делаем, например, x равно 5, y равно x, y равно y плюс 1, он выгодит y равно 6. Правильно. Давайте посмотрим на то, что вы сказали. Вот у вас x равна 5, y равняется, что там? y равняется x, а дальше что вы говорите? y равно y плюс 1. Вот так вы хотите? Но x не изменится. x не изменится, все правильно. Давайте посмотрим, почему. Значит, давайте посмотрим внимательно на этот код. Здесь сказано, сначала мы создаем пятерку и присваиваем его переменной x. Потом мы говорим, что y тоже будет указывать на пятерку. Но вот на самом деле здесь не совсем правильно нарисовано. На самом деле это может быть одна и та же пятерка, но это не важно совершенно. Давайте посмотрим внимательно на эту третью строчку. В этой третьей строчке происходит следующее. Мы сначала вычисляем правую часть. Это y плюс 1, это новый объект, шестерка. После этого мы говорим, что теперь y будет указывать на эту самую шестерку. При этом, видите, у нас здесь используется, опять же, приравнивание, которое говорит, что теперь y будет указывать не на то, на что он раньше указывал, а на что-то другое. И это приравнивание как бы именно к переменной, не к элементу списка, а именно к переменной. Поэтому эта штука меняет значение переменной y, но не меняет значение переменной x. Как бороться с этой штукой? Как бороться? Да, отличный вопрос. Давайте я верну сюда код, который здесь был. Смотрите, есть разные способы бороться с этой штукой. Я сейчас расскажу про самый правильный. Самый правильный вот такой. Есть метод copy, который создаёт копию текущего списка. Смотрите, значит, первая строчка отработала та же, как и раньше, она такая же, как и раньше. А теперь во второй строчке у нас написано otherList не просто равняется myList, а равняется myList.copy. Вот эта самая myList.copy создаёт копию списка myList. Она создаёт новый объект, который является копией списка myList. И теперь otherList – это уже ссылка на совсем другой список. И теперь модификация otherList не приведёт к модификации myList. Есть разные другие способы создавать копию, но я считаю, что это самый правильный. И за недостатком времени сейчас не буду рассказывать про другие. Ну хорошо, расскажу про один. Вот такой. Просто вы часто можете увидеть его в чужом ходе, и он тоже работает. Значит, здесь, смотрите, что здесь написано. Здесь написан такой пустой срез. Помните, что двоеточие внутри квадратной скобок создает срез. Оно позволяет из списка выбрать элементы типа с 2 по 10. Но если мы не указываем начало этого среза, тогда начало считается началом списка. Если мы не указываем конец, то конец считается концом списка. Если мы не указываем ни начало, ни конец, значит, это просто копия этого же самого исходного списка. Такой синтаксис достаточно популярен. Вы его можете увидеть в чужом коде очень легко. Особенно, если этот код был написан, скажем, 2 года назад. Потому что 2 года назад у списка в питоне не было этого копия. Но я его не люблю по разным причинам. Но, по крайней мере, он существует. Хорошо. Вот один из тонких моментов, связанных с изменяемыми объектами. Давайте пока со всякими изменяемостями отложим. Давайте еще поговорим про разные другие структуры данных. Нет, давайте поговорим не про структуры данных, давайте поговорим вот на что. Давайте поговорим про функции. Смотрите, вот допустим, что у нас есть такая задача, мы хотим научиться считать факториалы чисел. Я не помню, вам в домашке нет такой задачи, считать факториалы. Нет? Хорошо. Тогда я могу ее, так сказать, без сомнений, вам ее рассказать, как она решается. Значит, задача, я хочу написать какой-то ход, который мне будет считать факториал числа. Допустим, у меня число n равняется 5. И дальше я хочу посчитать n факториал. Все помнят, что такое факториал? Да. Отлично. Это произведение всех целых чисел от 1 до n. 1 умножить на 1 умножить на 3 и так далее. Да, n. Хорошо. Ну, давайте я быстренько напишу, как бы нам посчитать факториал. Можно сделать такую вещь. Можно начать с единицы. А дальше... Ну-ка, прозиктуйте мне, что дальше. Выходите n. Хорошо, n, так n. Вам что? Вам же хуже. Ну, то есть не хуже, но... Так, хорошо. Тогда что дальше? Вот я про это говорю. От единицы дарю. Хорошо, от единицы дарю. Да. Тогда вам совсем... От единицы дарю 1. Вот. Вот это вот другой. От единицы до n плюс 1. Потому что правая граница всегда не включается. Если мы хотим произведение чисел от 1 до n, значит, нужно прямо написать плюс единичку здесь. Иначе не включится. f равно f умножить на n. f равно f умножить на n. Да. Отлично. Давайте посмотрим, что получается. Print f. Ну, вот видно, что да, 120. 5 факториал, действительно 120. Наш хватит вроде бы работает правильно. Но представьте себе, что нам время от времени нужно считать факториалы по ходу программы. Время от времени нужно проводить эту операцию. Ну, конечно, теоретически здесь, в общем, три строчки. Можно было просто каждый раз эти три строчки копировать в нужное место программы. Но это очень плохое решение. Если вам приходится копировать строчки кода, то это, скорее всего, означает, что вы делаете чего-то не то. Одна из причин состоит в том, что всякий код со временем меняется. И если вы скопируете эти три строчки в пять мест в вашей программе, а потом захотите поменять их, улучшить как-нибудь, оптимизировать и строить ошибку, еще что-нибудь сделать. Просто поменять, потому что поменялась задача. То вам придется искать все эти пять мест и менять в этих пяти местах. В трех местах вы поменяете, в двух забудете. А в тех трех местах, которые вы поменяли, вы в двух местах поменяете неправильно. Ну, у меня всегда так происходит. Поэтому программисты очень не любят копировать код. Я не знаю, даже когда мне приходится скопировать одну строчку, я чувствую себя неуютно. Если мне нужно скопировать две строчки, я уже хватаюсь за голову и думаю, боже мой, что я делаю. Для того, чтобы не копировать код, но иметь возможность к нему обращаться, запускать или не тот же код из разных мест программы, используются функции. Я думаю, что вы знакомы с понятием функции, так или иначе где-нибудь вы с этим уже сталкивались. В домашке вы сталкивались с функциями, да, но я от вас тщательно скрывал, что это функция, нигде не говорил напишите функцию, а просто говорил, что вот вставьте ваш код туда-то и туда-то. Ну, на самом деле, конечно, да. На самом деле у вас определялась функция, но вы этого могли не знать. Давайте мы сделаем вот из этого нашего кода, давайте мы сделаем функцию. Значит, эта функция будет принимать на вход число n, и дальше нам практически нужно сделать вот то же самое, что здесь. Опять же, как и всегда в Петоне, блок, который относится к этой функции, должен идти с отступом, а в самом по себе определении функции, вот в первой строчке, оно должно заканчиваться в две точки. Дальше, вот мы сделали этот наш код, который нам посчитает факториал, теперь нам нужно как-то сделать так, чтобы тот код, который эту функцию вызывает, этот факториал бы получил. Для этого нужно написать ретон n, и мы получим... Какой n потерял? Так n задается. Нет, n я не потерял, n прекрасным образом здесь и не должен был быть. Вот этот n равняется 5, не должен был быть, потому что здесь мы считаем факториал конкретного числа, вот этого пятенки. А сейчас мы пишем универсальную функцию, которую n принимает на вход. Давайте я сначала покажу, как это работает. Сейчас я покажу. Вот смотрите, допустим, я написал что-нибудь в таком роде. Print. Факториал 4, например. И выполнил эту строчку. Значит, что произошло? Когда питон стал выполнять вот эту строчку, он знает, что ему нужно сейчас вызвать функцию print и передать ей, этой функции print, вот это. Что такое вот это? Это он видит, что это название функции факториала, дальше после нее скобки. В этом случае, когда питон видит такую конструкцию, он понимает, что ему нужно вызвать ту функцию названия, которая здесь написана, и передать этой функции в качестве аргумента то, что написано в скобках. В данном случае в скобках написано 4, и происходит следующее. Питон переходит вот сюда. Но прежде чем начать выполнять первую строчку функции, он выполняет как бы строчку, которая выглядит так. n, вот это n, которое у нас здесь написано, равняется 4, вот этой 4. После этого он выполняет вот эти строчки, до этого момента, либо как функция закончится, либо до того момента, как он встретит ретон. В тот момент, когда он встречает ретон, он прекращает выполнение функции и возвращается вот сюда. Но теперь вместо вот этого названия функции подставляется то, что вот здесь заретонилось. В данном случае у нас, вот после того, как весь этот код будет выполнен, и мы дойдем до ретон, переменной f будет лежать как раз в фактореал n. Поэтому вот эта штука заменится на фактореал, в данном случае, 4. После этого эта штука будет распечатана с помощью пинта. Да? Почему у нас одна из границ range n плюс 1 имеется? Потому что мы хотим считать произведение числа от 1 до n, range это такая штука, которая свою верную границу всегда включает, и с того указано, а правую границу всегда не включает. Можно ли сделать для двух переменных функций? Да, конечно. Давайте сделаем хоть функцию для двух переменных. Давайте сделаем вот такую незамысловатую функцию. Функция называется плюс. Она будет очень короткой. Она будет вот такой. И теперь можно, например, вычислять какие-нибудь такие странные выражения. Плюс 3,7 умножить на плюс 2,4. Что получится? 60. 60 получится. Заметьте, что, опять же, как эта штука работает? Она встретила, Питон встретил вот такое выражение. Ему нужно вычислить значение этого выражения. Как он это вычисляет? Он видит, ага, здесь есть звездочка. Звездочка что-то умножает на что-то. Но для того, чтобы выполнить эту звездочку, нужно понять, что на что умножать. Для того, чтобы выполнить эту звездочку, нужно сначала вычислить значение вот такого выражения. Чтобы вычислить значение такого выражения, он видит, что это запуск функции. Он переходит сюда, вычисляет, значит, делает то, что здесь написано. Здесь написано ретон, что-то там. Для того, чтобы вот это что-то там заретонить, он должен сначала вычислить. Он вычисляет x плюс y. При этом к этому моменту у нас в x лежит вот эта тройка, а в y лежит вот эта семерка. Он вычисляет эту сумму, 3 плюс 7. И сделает здесь ретон 10. Значит, вот эта штука превращается в 10. После этого вычисляется значение вот этого выражения. Опять же, тем же самым методом эта штука превращается в 6. После этого он 10 умножает на 6. Окей? Но это непеременно. Кто непеременно? Плюс 3,7. Плюс 3,7? Нет, это непеременно, это выражение. Можно от x равно? Да, это можно, конечно, сделать. Да, разумеется. x равно плюс 3,7. А если сделать там x, то есть? Пожалуйста. Да? Можно функции передавать? Функции передавать? Функции. Да. Сейчас. Еще раз. Самой функции? Да, можно. Да, можно. Можно делать вложенные функции, да. Хорошо. Да. Да. А вы не напомните, как импортировать функции? Ну, как импортировать? Да. Вот смотрите, если бы я не хотел бы писать свой факториал, на самом деле, естественно, на факториал уже написан. Я мог бы сделать, например, from import факториал, и после этого я мог бы пользоваться вот этим факториалом, который импортирован из библиотеки вас. На самом деле, конечно, писать функцию факториал можно только с образовательными ценами, ни в какой реальной работе вам не нужно писать функцию факториал, потому что она уже каким-то написана. У вас же сейчас две функции с одинаковым названием. Ну, на самом деле, он помнит только последнюю. Мой факториал уже был в 8 лет за год. Но зато он встроенный работает. Можно заодно еще раз поразиться тому, как питон хорошо работает с большими числами. Ну, быстро-небыстро, можно было бы побыстрее, но все равно приятно. Вот. Хорошо. Давайте обсудим вот такой важный момент. Смотрите. Давайте вернемся к нашей функции факториал. Давайте я ее еще раз копирую. Вот, смотрите, давайте я сейчас сделаю вот такую штуку. Как вы думаете, что сейчас будет? 2,100 выведется. Смотрите, несмотря на то, что у нас внутри функции используется переменная f, эта переменная никоим образом не поменяла нам значение вот этой переменной f. Потому что вот эта переменная f, она приняла внутри функции и это локальная переменная. В питании нет необходимости объявлять переменную как локальную, а она автоматически объявляется как локальную. Вот. Это очень полезное свойство, потому что если бы этого не было, то программирование было бы еще более хаотическим, чем оно является. Потому что представьте себе, что вы запускаете какую-то функцию, которую, может быть, даже не вы написали. И эта функция внезапно начинает менять содержимое переменных в вашей программе, просто потому что в этой функции какие-то внутренние переменные названы точно так же, как ваши. Это было в абсолютном безумии. Поэтому, к счастью, люди довольно давно придумали локальные переменные. Понятно ли это? Понятно ли утверждение по локальной переменной? Собственно говоря, если я сейчас запущу этот код, опять же, под моим любимым файл-тутером, то мы можем увидеть, как он работает. Смотрите, значит, вот когда я создал вот эту переменную F, присвоила значение 100, создалась переменная F в глобальном фрейме. Это как бы глобальная область видимости. Но когда я создал вот эту функцию... Можешь немного паузы сделать? Так. Значит, вот у меня создалась функция. И теперь, когда я ее начал выполнять, эту функцию, у меня создалась переменная сначала N, а потом и F, которая находится внутри фрейма, который относится к вот этой функции. Функция, как я сказал. Вот это F и вот это F, это две разные переменные. Несмотря на то, что у них одно и то же имя. Потому что эта переменная находится внутри функции фрейма. И относится к этому фрейму. Ну и так далее. Дальше у нас это все выполнилось. Дальше вот функция получила свой электрон вайдер. Возвращаем его значение. После этого мы напечатали его. Вот, напечатали. И после этого мы напечатали F. Вот она, эта суть. Хорошо. Но давайте я покажу другую штуку. А как вы думаете, что сейчас будет? Нет, не буду. Какие есть версии, что может быть? Выведет 5. Так, а еще? Нет, он... Так, ничего не сделаем, второй вариант. Хорошо, давайте посмотрим, что же будет. Все-таки он выведет 5. Ну, действительно, смотрите. Вот здесь мы обращаемся к переменной A. Но внутри этой функции мы этой переменной A не присваиваем никаких значений. Значит, мы берем глобальную. Значит, да, это означает, что мы считаем, что вот эта переменная, она является, как бы, что с точки зрения этой функции смотреть нужно в глобальную переменную, которая называется так же. Использовать ее. А теперь интересный вопрос. Как вы думаете, что теперь будет? Ну, давайте, чтобы веселее было вот так. Ну, и давайте подумаем, чтобы еще веселее было бы вот так. 5, 7. Значит, смотрите, он пишет local variable A reference before assignment. Дело в том, что... Дело в том, что Python работает примерно таким образом. Он анализирует эту функцию и смотрит... Смотрит... Вот, создает список всех переменных, которые в этой функции участвуют. И про каждую переменную он пишет, какая она глобальная или локальная. Он это делает еще до того момента, как функцию вызвать. И про вот эту функцию A Python увидел, что в каком-то месте внутри функции вот этой переменной A мы присваиваем значение. Поскольку мы эти переменные перестраиваем значение, то Python решил, окей, значит, это локальная переменная. А раз она локальная, то вот эту сроку выполнить никак нельзя, потому что к вот этому моменту переменная A еще не определена. А если мы уберем, он будет видеть C5? Нет, верхний, нет, верхний. Вот это? Нет, нет, принт A первый. Вот это принт A. Да. Там C5? Да. Не совсем понятно, что значит заданная как глобальная переменная. Вот смотрите еще раз. Алгоритм следующий. Каждая переменная, когда вы упоминаете какую-то переменную внутри функции, к тому моменту, как Python эту функцию выполнил, он уже знает, это переменная, с точки зрения этой функции, это будет глобальная или локальная переменная. Если это переменная, если... Да, но при этом это зависит от того, как эта функция написана. Как бы, например, ну да, в общем, это зависит от того, это зависит в первую очередь от того, есть ли внутри функции вот такие вот штуки. Если вот такие штуки есть, то переменная считается локальной. Если таких штук нету, то переменная считается глобальной. Хотя в глобальном, хотя ее может вообще не существовать. Давайте представим себе, что я бы написал бы какой-нибудь такой ход. Допустим. Допустим, к концу, вот такой ход бы я написал. Вот я сейчас пытаюсь выполнить, вот смотрите, вот эта переменная с нечетаемым названием, она является локальной или глобальной для функции bar? Ну, на самом деле, с точки зрения функции bar является глобальной, потому что внутри функции bar нет никаких попыток присвоить по нему значению этой функции. Использовать есть попытки, а присвоить нет. И сейчас, когда мы вызываем функцию bar, она говорит, что просто такая переменная не определена. Не видно такой переменной. Если бы мы сейчас бы, вот допустим, мы теперь взяли бы и все-таки определили бы эту переменную, и теперь бы вызвали функцию bar, то она бы большим образом эту переменную подцепила. Вот. Вот такие вот тонкости здесь бывают, связанные с локальными и глобальными переменными функциями. Да, ну хорошо, давайте я для полматы картины расскажу еще про одну штуку, которую нам, скорее всего, не часто придется использовать. Но давайте я все-таки про нее расскажу. Допустим, что если мы все-таки хотим изнутри функции воздействовать на переменную, которая определенная вне функции. Допустим, вот если я сделаю вот так, то ничего не изменится, как мы знаем. У меня как А была десятка, так и есть десятка. Но если мы вдруг хотим, чтобы все-таки изменилось, нам нужно явно объявить переменную А как глобальную. Теперь изменится. Мы как бы говорим, что теперь все следующие А читать как глобальные. Мы как бы таким образом открываем себе доступ к переменной А, не только, как бы у нас теперь функция может менять значение переменной А, которая определенная вне функции. А вот он будет как бы еще даже до того, как выполнен, увидеть эту глобальную А, или можно, например, поработать с А локальной, потом забить глобальную А, и потом вот здесь как глобальную А? Я думаю, что он еще до того момента, как выполнять, понимать, что это переменная глобальная, но, например... А, ну вот, видите, он выдает в этой ситуации просто ошибку. Он говорит, что вы уже здесь определили А, и теперь у него что-то есть. Я думаю, что все аргументы функции можно воспринимать просто как что-то... просто как что-то очень локальное по отношению к функции. Ну вот, скажем... x равняется... Или сейчас, или что я хочу. Или я хочу, например, наоборот написать. A равняется x. Что-нибудь такое, да, вы хотите? Нет, ну, понятно, что это ничего не поменяет. Ну, в общем, непонятно, можно здесь пытаться придумать какое-то... Ну, да-да-да, не совсем понятно, какой программ хочется рассмотреть. Можете пояснить? Да. Можно вопрос? Да. А вот на вашей паре мы разбирали F, F... Да. Он на фонаре? Да. Фстрин? Ну, это, в принципе, очень полезная вещь, да. Акции... Возможно, чтобы домашки-то не нужно было, но, в принципе, это полезная вещь. Выложили видео, которое вы записали? Нет, видео я не выложил, потому что в нем не было звука. А может, хотя бы квот? Да, да, квот я собирался выложить, но просто забавно я выложил. Хорошо. Давайте... Пойдем дальше. Давайте я еще несколько вещей покажу. Ну, например, такую штуку. Вот, смотрите. Допустим, я хочу написать такую функцию, которая будет складывать свои аргументы. Но при этом я хочу ее написать таким образом, чтобы она принимала бы... Сколько хочет аргументов, только бы и принимала бы. Точнее, сколько мы хотим. Но вот теоретически можно было бы... Вот, как бы, если бы я написал бы здесь, например, здесь три аргумента, я мог бы сделать какой-нибудь такой, что x плюс y плюс z. Ну, вот такая функция... Вот такая функция принимала бы на вход только три аргумента, и никак по-другому. Например, если бы я попробовал бы ей передать два аргумента, она бы сказала бы, что что-то не то. Или если бы я передал бы больше, чем два аргумента... Точнее, больше, чем три аргумента, то тоже она бы сказала бы, что что-то не то. Иногда мы хотим, давайте мы к этому примеру с mySum еще вернемся, но иногда мы хотим, чтобы функции принимали бы переменные числа аргументов. Давайте я сейчас еще один пример приведу, а потом мы вернемся к mySum. Вот, допустим, что я делаю какую-нибудь такую функцию hello, которая принимает на вход, скажем, имя и, скажем, допустим, firstName и lastName. Но при этом мы знаем, ну и допустим, пусть эта функция делает что-нибудь типа... Можно сходить? Да. Сюда? Угу. Вот так вот. Спасибо. Угу. Допустим, мы хотим сделать что-нибудь в таком, вроде print hello, допустим, firstName и lastName. Честно говоря, не знаю. Как? Ну и допустим, я здесь сейчас передаю им какие-то паразиты. А через кавычки? Ну, я хочу передать строку. Чтобы передать строку, я должен строкой стучить в кавычки. Потому что если я не напишу кавычки, то он будет воспринимать это какими переменами. Так. Ну вот. Значит, наш hello срабатывает. Ну, допустим, что мы хотим сделать такую функцию, которую можно использовать, если фамилия неизвестна. Например, мы можем сделать это так. Например, мы можем сказать, что вот в этой функции hello добавить значение по умолчанию для аргумента lastName. Например, пусть это значение по умолчанию будет... Пусть она будет unknown. Да, если я сейчас второй раз вызову эту же ячейку, то у меня функция hello сейчас изменится. Вот смотрите, сейчас функция hello работает так же, как и раньше работала. Но зато теперь я могу эту функцию hello вызвать с одним параметром. Что сейчас будет? Да. Значит, если второй параметр в данном случае не задан, то в качестве его значения используется то, что здесь написано. Что там? Записать второй параметр в первый? Можно было бы сделать функцию, у которой оба параметра имеют дефолт value. Например, можно было бы вот так сделать. Тогда вот такую функцию теперь можно вызывать вообще без параметров. А можно только со второй параметром? Нет, нельзя. А если писать hello скобка запятая... Нет, hello скобка запятая это синтаксическая ошибка. Смотрите, если вы хотите теперь, вот если у вас вот так написана функция, и вы хотите этой функции передать только last name, но не передавать first name, то вы можете сделать такую вещь. Hello явно указать, что вы хотите передать параметр last name. Теперь будет вот так. Вообще в питоне есть разные способы передавать аргументы функциям. Значит, один из способов это вот такой, как здесь было, когда мы просто передаем аргументы в некотором порядке, и питон понимает какой аргумент какой, просто исходя из порядка. Он понимает, что вот здесь первый аргумент, этот первый аргумент нужно пересвободить вот этой переменной. А второй аргумент нужно пересвободить второй переменной, просто потому что они идут в этом порядке. Это называется positional arguments. Как вы это сказали? Можно вопрос через цифры? Нет, вот есть способ передачи параметров, как он написан сейчас. Просто, где порядок следования аргументов соответствует порядку их упоминания вот здесь при определенной функции. Можно вопрос? Да. А когда мы прописываем unknown, получается, по дефолту у него будет значение unknown? Да, да, да. Именно так. Когда соответствующий аргумент не передан, то его значение будет unknown. Здесь можно было все, что будет написать. Другой способ передачи параметров – это вот такой, по имени. Например, мы могли бы сделать так. LastNameSmith, FirstNameJohn. И был бы HelloJohnSmith. То есть, это то же самое, что вот так. Если мы указываем явно имена для этих параметров, то тут уже не важно, в каком порядке они идут. Итак, понятно, какой аргумент чему соответствует. Можете, пожалуйста, спать? Да. А у вас всех возможностей, чтобы с нижней границы не заканчивались, что они не будут в вашей дисплее? Нет, просто это не все видно, какая история. Можно вопрос? Да. А если он не выводится вообще, но за ошибку он выдает, то требуется... А что за ошибку он выдает? Ну, требуется вот как раз в оценке. Ну, проверьте, что вы еще раз выполнили вот... Проверьте, что вы создали функцию именно вот в таком виде, где у обоих параметров есть default. А, прямо? Чтобы у каждого параметра? Ну, в данном случае, да. Потому что иначе он скажет, что... Тогда, если, например, у вас вот здесь не будет... Любой аргумент, у которого нет default value, должен быть указан. Иначе возникает ошибка. Окей. Хорошо, давайте вернемся к вот этому примеру с суммированием. Ну, теоретически я мог бы здесь написать бесконечное количество аргументов и сказать, у всех сделать default value равное нулю. А можно зарегистрировать циклы в MySAM с того аргумента? Ну, циклы сейчас... Ну, сейчас я покажу, как это делается. Ну, то есть в качестве аргументов цикла? Нет, в качестве аргументов нет. Цикла нельзя. Можно список передать в качестве аргумента. Смотрите, давайте я покажу, как можно было бы сделать... Как можно список передать вместо аргументов? Ну, как бы, аргументом может быть все что угодно. Аргументом может быть любой петоновский объект. Например, список. Или что-то другое. А как вам тогда определять то, что это список? Как вам сказать, что можно даем это и берем это? Нет, но в том, когда вы передаете, это заранее никак не нужно. То есть можно написать вот так же и потом вместо x, y и z? Да, да. Ну, собственно говоря, вот функция mySum, которую мы сейчас определили, она прекрасным образом сработает со списками. Давайте посмотрим, как она сработает со списками. Все сложено? Что получится сейчас? Все сложено? Блинный список. Да. Вы помните, что операция плюсик для списков работает как конкатенация, как приписывали одного в другом. Можно, кстати, делать вот, если я хочу из списка взять значения? Из списка взять значения? Ну, если вы знаете номер этого значения, тогда вы можете просто использовать квадратные скобки и сделать вот так. Если вы хотите перебрать все значения, то это... Сложить все значения, которые в списке. Если вам нужно сложить все значения, которые в списке, то нужно написать цикл. Хорошо, смотрите. Давайте все-таки вернемся к определению mySum в таком виде, как я бы его хотел видеть. Я бы хотел, чтобы mySum принимала неизвестное заранее количество аргументов. То ли 0, то ли 1... Ну, 0, ладно. Но, по крайней мере, то ли 1, то ли 2, то ли 3, то ли 10. Непонятное количество аргументов. И это можно сделать вот так. Значит, я написал звездочку. Давайте посмотрим, что это означает. Прежде чем писать дальше, давайте я покажу вам, как это работает. Смотрите, значит, я сейчас вызвал функцию mySum и передал ей 3 аргумента. Все эти 3 аргумента сложились в кортеж, который внутри функции известен как args. Я могу передать больше аргументов, пожалуйста. А потом цикл. Теперь, как бы, у нас все эти аргументы, которые нам передали, они просто сложены в кортеж. А дальше с этим кортежем мы можем делать все что угодно. Ну, например, мы можем посчитать сумму всех его элементов. Как это сделать? Ну, конечно, у вас на самом деле, на самом деле это совершенно стандартный... В чем тогда вы не даете сам, если сам тоже... Нет, на самом деле это не то же самое. Смотрите. Сам берет, сам принимает на вход список или какой-нибудь, или еще что-нибудь похожее на список. Или тот же кортеж. Вот смотрите. Сам, например, может принять на вход вот такую штуку. Видите квадратные скобки? Вот это один аргумент, который является списком. И он был передан функцией sum. А если бы я хотел бы именно передать несколько аргументов, просто перечислив их через запятую, то я получил брашивку. Понятно. А функция my sum как раз позволяет принимать на вход несколько аргументов и находить их сумму. Ну да, ну конечно там внутри какой-то цикл и так далее. Сейчас мы до этого еще дойдем. Вот. Вот такая штука иногда встречается, иногда бывает полезной. То есть у нас может прикрасить, которые есть, элементы которого это список? У нас может... Такое возможно, да. Но это отдельная история. Да, смотрите. Значит, вот само по себе название аргс здесь не обладает никаким магическим свойством. Магическим свойством была эта звездочка. Эта звездочка, она говорит, что все вот эти... все элементы, которые сюда уходят, их нужно складывать в картач. В чем разница между аргс и к варгс? Само по себе, значит, вот эти слова, аргс, кваргс и так далее, они никакого сакрального смысла не имеют. Имеют, да, это просто договоренность. А имеют смысл вот то, что написано здесь. Смотрите, на самом деле можно комбинировать, можно было бы сделать что-нибудь такое. Ну давайте я сейчас какой-нибудь абстрактный пример приведу. Допустим, у меня есть функция такая. Ну и давайте я просто сделаю такую... Вот она как раз говорит, звездочка как раз говорит, что все аргументы, которые остались, нужно поместить сюда. В виде создать картеж, который соберет внутрь себя все элементы, которые не поместились. Давайте я в качестве примера приведу такую форму. Ну а что надо задать? Вот допустим так. Теперь смотрите, как я могу вызывать функцию full? Во-первых, я могу ее попробовать вызвать без аргументов. Что получится? Ошибка, потому что у вас есть. Ошибка, потому что у вас есть. Ошибка, потому что не задан x. Заметьте, что убавляется он только по поводу x. Потому что у y есть default value, а args может быть, может не быть. Теперь, если мы указываем у этого full, передаем ему первый аргумент, то он печатает такую штуку. Видите? У нас x это то, что мы ему сейчас передали. y получил свой default value, вот здесь было y, равняется 7, а вот y равняется 7. args пустой, потому что нет никаких аргументов, которые нужно было бы сложить в этот картеж. Теперь, давайте напишем что-нибудь такое. 6, 10. Что сейчас будет? 6, 10 и скобки. 6, 10 и пустые скобки. Пустые скобки это пустой картеж. Окей, теперь давайте так. 6, 10, 12. Что сейчас будет? 6, 10 и скобки. Только в 12 скобках. Да. Значит, смотрите, вот таким способом в Петоне обозначается картеж, который состоит из одного элемента. Если было просто 12 в скобках написано, то было бы непонятно, это что такое. Это число 12? Ну, конечно, если вы просто берете число 12 и окружаете его скобками, то ничего не меняется. Скобки ни на что не влияют в этом случае. Поэтому для того, чтобы создать картеж, который состоит из одного элемента, приходится писать вот такую немножко странную конструкцию. Значит, перечисляете это на скобки, ставьте запятую, потом скобка закрывается. Ну и в данном случае при отображении то же самое. Ну да, иначе бы вы не понимали бы, что это картеж. Да, мы и так можем, типа, что это картеж. В этом плане, можно же, вот здесь уже 15, 5, 15. Потом вывезти от 2, 13, 7, и пробел 15. Да, да. Это можно вывести без... Ну, вот так, да. А не могли бы функции? Да, давайте еще раз к тому же функцию. Да, давайте еще раз к тому же функцию. Почему в последнем прийти звездочка аркс не ждать, Пусавич? Вот здесь как раз нам не нужна звездочка. Потому что, смотрите, аркс, вот к тому моменту, как мы начали выполнять функцию, аркс – это просто картеж. Понятно. Звездочка в этом месте нужна ровно для того, чтобы сказать, что все аргументы, которые они поместились сюда и сюда, будут в этот картеж сложны. Вот если бы здесь не было бы этой звездочки, то он бы ожидал бы, что в этом месте будет ровно один аргумент. А поскольку здесь есть эта звездочка, он говорит, что, ну, какие аргументы будут, какие помещать сюда. А вот если бы мы здесь угоминали звездочки, то это был бы другой интересный пример. Давайте я это тоже покажу. Смотрите. Допустим, у меня есть такая штука. Можете капельку больше поднять? Так, сейчас скажем, куда. Спасибо, спасибо. Смотрите. Давайте я сделаю такую штуку. У меня есть функция bar, у которой два аргумента – x и y. ну, давайте она тоже будет такой, бессмысленной, которая будет просто отображать мне эти аргументы. Теперь, допустим, у меня есть список, который состоит, ну, скажем, из двух строчек. Хэллоу и Волт. А вот если бы я попробовал бы вызвать вот так, просто пара из двух аргументов. А вот если бы я попробовал бы вызвать вот так, то что бы у меня было? Ну, вы делобашек? Хэллоу Волт. Нет, вы делобашек. Вы делобашек? Почему ошибка? Нет, вы делобашек. Ну, потому что x у нас выявится как исток. Нет, потому что у нас исток. Потому что y не задан. Потому что мы передаем один аргумент, и этот аргумент будет помещен в переменную x. А у переменной y никакого значения нет, поэтому будет ошибка. У вас вопрос был? Да. А как запустить программу построчно, чтобы проверить, почему может быть ошибка? Ну, проще всего, проще всего уйти вот сюда, вот по этот tutor.com и там запускать построчно. И отсюда запускать построчно нет. Нет. Я не знаю. А если паер всегда есть 12, то тогда получится? Вот если мы так сделаем, то да. Но допустим, что я хочу не такого. Допустим, я хочу, чтобы у меня содержимое паер как бы распаковалось. У меня паер это список, который состоит из двух элементов. И допустим, что я хочу, чтобы у меня hello попал в x, а hello попал в b. Можно сделать b, b, 0 и b. Ну, можно было бы так. Но проще сделать вот так. Вот здесь, вот эта звездочка, она как бы выполняет обратную функцию. Она выполняет функцию распаковки. Она говорит, что, ну вот как бы, давайте я, может быть, вот так напишу. А b, звездочка, вот такой список, это все равно, что это то же самое, что убрать эти квадратные скобки вообще. Как понять, в каком месте это вот эта распаковка, в каком месте в демо документах? Ну, смотрите, это просто зависит от того, где вы ее используете. Вот здесь мы ее используем при вызове функции. При вызове функции эта звездочка занимается распаковкой. А при создании функции, да, вот когда вы здесь пишете def, вот здесь, например, defu, звездочка. Здесь вы никакую функцию не вызываете. Вы наоборот, эта функция объявляется. И здесь значение этой звездочки, как бы, в некотором смысле обратное. Она, наоборот, запаковывает. Она получает несколько аргументов и запаковывает их все там в один большой кортеж. Ну, подождите, то есть получается, когда мы пишем точку аргументов функции, у нас получается добавляется одна переменная кортежь? Да, звездочка, да, добавляет одну переменную кортежь, именно так. Потом надо будет этот кортеж разбивать и... Ну, дальше уж как вы будете его обрабатывать, это уже, так сказать, ваше дело. Дальше, допустим, если вы хотите, чтобы делать с элементами этого кортежа, значит, вам нужно будет либо цикл писать, либо обращаться к этим элементам еще как-то. Ну, очень короче говоря, дальше нужно будет как-то с этим работать. Скажите, это сейчас история, это история про синтез, про то, какие выразительные возможности есть. А как уж это применяется, это уже ваша, так сказать, ваша творческая задача. Хорошо, время 19.31, давайте сделаем 10-минутный перерыв и через весь мы продолжим. Продолжение следует...